Здравствуйте, Владислав Белкин, мы поговорим о стериках диаграмм с синей хайперболик чейн. Тема его доклада – это сферическая схема потоков с конечными хайперболическими хайперболиками множества, работа выполнена совместно с синей хайперболик чейн. И сразу несколько слов, по работе мы использовали такой подход в динамике, когда ретеллер и аттрактор разделены. Такой же подход в динамике использовала Флейдес. Работу можете видеть на экране. Также похожие подходы в динамике использовали Пришляк, Грин, Скуревич и Паченко. Несколько основных определений. Потока мы будем называть отображения с другими свойствами, которые вы можете видеть на экране. Траекторию или орбиту точки, орбиты и точки будем называть множество итераций этой точки. И орбиты точек могут представлять из себя неподвижную точку, быть гомеоморфной окружности, то есть это периодическая орбита, и иммерсированный прямой. Соответственно, устойчивое и неустойчивое многообразие определяются следующим образом, можете видеть на экране. И точку будем называть петерболической, если ее вместе с некоторой ответственностью мы можем отобразить ВРН. Так что траектории потока на многообразии будут сопряжены с траекториями линейного потока ВРН. Картинку с траекториями линейных потоков можете видеть ниже. Также необходимо сказать, что лямбдп это индекс морс, то есть размерность неустойчивого многообразия точки. Теперь давайте рассмотрим следующую конструкцию. Возьмем точку Х0 и поддействуем новую отображение FT1. В окрестности уже отображенные точки можно взять точку Х1, ее тоже отобразить FT2 отображением, и в окрестности взять новую точку Х2. По сумме индексов, по сумме итераций, эта конструкция будет называться εсц и двумя Т. Т это сумма итераций. Значит, если можно построить εц так, что точка соединится сама с собой, то эта точка будет называться цепно-регурентной. Соответственно, множество цепных точек будем называть цепно-регурентным множеством. И доказано, что если это множество конечно, то оно состоит только из неподвижных точек. В работе мы рассматриваем как раз такой класс потоков, где цепно-регурентное множество конечно. Зовем такой класс потоков G. Так. Теперь разобьем все наши неподвижные точки, соответственно их индексом Морса. Вот на картинке можете видеть с фиолетовым отмечены стоковые точки. Для них индекс Морса равен нулю седловой точке красным. У них антипротрисы неустойчивые и одномерные. И седловая точка с индексом Морса 2 выполнена. У нее размерность неустойчивого многообразия 2. И соответственно индекс Морса 3 с белым цветом это источник выточек. Так. Теперь через дельта малое мы обозначим какие-то седловые точки, которые мы пока что случайным образом будем выбирать. Вместе с их неустойчивым многообразием. Соответственно множество, вот в самом низу вы можете видеть, а дельта это, то есть туда по умолчанию входят все стоки и какие-то выбранные нами седла вместе с их неустойчивым многообразием. И множество r дельта это все оставшиеся точки. Из определения понятно, что множество a дельта и r дельта можно выбрать неоднозначно. Значит на экране можете видеть пример, когда в множество a дельта входят все седловые точки. А вот здесь мы включили, можем включить только одну седловую точку сигма 1. Также можем вообще не включить эти точки. Значит данные множества a, определение аттрактора сначала. Значит да, напомню, что аттрактор мы будем называть такое множество с захватывающей окрестностью. Если мы на границу этой окрестности под действием операции, то она перейдет внутрь окрестности. Соответственно репеллером будем называть аттрактор для потока f минус t. Значит напомню, что множество a дельт у нас входят все стоки и выбранные нами стекла с их неустойчивым многообразием. Значит мы доказали, что для потоков с конечным термологическим терморекурентным множеством это множество будет являться аттрактором, то граница захватывающей окрестности будет n-1 методом под многообразием. Значит идею доказательств рассмотрим на ознакомом фазовом портрете. Значит первое, что необходимо сказать. Неподвижные точки мы можем отразить в РН. В РН мы выберем шаровую окрестность и обратно к мемортизмам отразим нашу точку вместе с окрестностью на многообразие. Значит таким образом мы можем выбрать в множество аттракторов включить все стоки вместе с их шаровыми окрестностями. Таким образом захватывающая окрестность будет являться объединением шаровых окрестностей. Теперь необходимо добавить в путь седловую точку. Давайте разберем пример добавления седловой точки. Вот на таком рисунке. Значит сверху указана седловая точка. Здесь вот не видно, там диск такой. Это устойчивое многообразие этой седловой точки и траекториями указаны неустойчивые секротрисы. Значит внизу это стоковая точка с уже знакомой шаровой окрестностью. Значит что мы делаем? Мы на устойчивом многообразии выбираем диск, растягиваем его вдоль неустойчивых секротрис. Данную трубчатую окрестность мы растягиваем по траекториям потока до тех пор, пока эта трубчатая окрестность не войдет внутрь шаровой окрестности. И захватывающей окрестностью будет являться объединение трубчатой окрестности с седловой точки и шаровой окрестностью с токовой точкой. Таким образом мы можем добавить множество нашего аттрактора, например, с седловой сигма-1. Тогда захватывающая окрестность будет изображена оранжевым цветом. Дальше мы можем выбрать множество этого аттрактора таким образом, что граница захватывающей окрестности будет n-1 мерной сферой. Значит, что для этого нужно? Ну, во-первых, нужно, чтобы множество аттрактора было связано. Для этого мы включаем множество аттрактора в такие седловые точки, в которых индекс может сравнить к единице. Потому что если мы будем брать размерность 2 и больше, то замыкание неустойчивого многообразия без самого многообразия будет 1 точка. Нам нужно, чтобы с протеза шли в 2 разных стоках. Таким образом, включаем множество аттрактора сигма-2. Получаем, что граница захватывающая окрестность гомеоморфа в сфере. И вот эту границу мы будем называть сферической схемой потока. Что примечательно, для многомерных случаев на этой сферической схеме могут оставаться цветы любых размерностей. Ну, наверное, на 1 меньше. То есть, границу захватывающей окрестности со следами устойчивых и неустойчивых гомеоморфа мы будем называть сферической схемой потока. Значит, из доказательства теоремы следует, что у седловых точек минимальное количество на 1 меньше, чем стоковый. И топологические эквивалентные потоки обладают эквивалентными сферическими схемами. Эквивалентные схемы... Ну, это одна схема, а другая. По комбинатуре она... Есть из МОФИД, переводящая одну схему в другую. Притом, там для разных размерностей, для поверхностей доказываем. Значит, там отмечаются точки пересечения и точки пересечения маркируются следующим образом. Значит, плюс и минус, если это устойчивая... Сейчас, номер седла, во-первых, и индекс плюс-минус. Значит, плюс — это если объединение будет сферой, и минус — это если объединение у нас с пленками обеуса. И если можно построить такой изморфизм, который переводит одну схему в другую с сохранением всех индексов и номеров, то тогда две таких схемы будут считаться эквивалентными. И мы доказываем в данный момент, что для поверхностей, таких потоков на поверхностях, такая схема, ну, всего размера, стопоговая, как я называем, она будет являться полным вариантом эквивалентности для потока. Ну, и в дальнейшем мы планируем показать... В принципе, это все. Данный результат будет опубликован в этой работе. Поверхность — она эквивалентная сфера, да? Да, окрестность. Орестность можно выбрать так, что у нас будет сфера. Ну, то есть потоки, можно сказать, без особых траекторий, без замки. И мы специально так выбираем, чтобы это было сверху. То есть можно выбрать кучу разных способов, на самом деле. Но мы прям именно строим связанные трапки. И получается, что у меня можно сделать. Есть ничего? У вас еще не так отразумевают специалисты? Здесь нет. В данный момент оказались для поверхностей. Спасибо большое. Спасибо.